итак дорогие друзья сейчас быстренько рассмотрим как сделать клон проекта для тестов на джина все это довольно просто но тем не менее я покажу все таки и так вот например зачем иметь клон проекта это тестовый проект когда особенно у вас рабочий проект вот я сейчас хочу поменять дизайн и вообще поставить место бустра по foundation на против 65.ru и само собой ковыряться на сайте которая работает это как-то недопустимо поэтому значит что мы делаем на джина что я уже проделал заходим в папку дома из домены создаем проект вот у меня допустим это проект рабочий про 365 . ру я создал проект тест про 365 . ру прямо с этой папки про 365 . ру копируем все файлы которые у вас там создались вплоть до статик до хтас с в сжи далее заходим в папку тест открываем джанга в сг и и меняем папку вот у меня тестовые проекты допустим находится в другой папке то есть у меня есть джанга спб джанга тест где находится только тестовые проекты чтобы не перепутать при этом виртуальное окружение здесь я скажу вы либо используете тоже я сейчас буду тоже использовать потому что не буду вносить но если вы работаете с модулями то конечно создайте тестовое виртуальное окружение вот у меня допустим виртуален в это тестовый виртуален в даже это рабочие и просто их называете так же самое только допустим у меня май тест 18 до если вы собираетесь использовать библиотеки какие-то новые джанга и не забудьте тогда такую вещь что сразу мы взяли тестовый проект зашли в рабочие до в рабочие виртуальное окружение если это джанга 18 но в данном случае у вас может быть другая ли python 2 и 7 и сразу скопировали туда папку если вы делаете тест для сайта который уже стоит обязательно чтобы не ставить все пакеты по-новому ну и не забывайте когда вы будете пользоваться новым пакетом потом уже нормальным путем установите в рабочую папку если будете переносить эти пакеты и так значит в папке дома инс мы с вами договорились что нам надо только джанга в сжи переправить я переправил здесь строчку такую как место папки джанга с пб указал папку для тестов сам проект сам проект для теста я просто открыл рабочую папку так где у нас она рабочую папку открываем и это у меня проект pff продажи продавашков я его просто взял и скопировал в папку джанга тест после этого открыл файл после этого открыл файл настроек перед этим обязательно не забудьте создать новую базу данных рабочую которая на рабочем сайте нельзя создайте базу данных чтобы вы знали создайте дополнительного пользователя установите пароль я это не рассматриваю так как видео пишут для участников школе то есть мы уже создавали базы приходите в школу spb-tut.ru и там все научитесь не забудьте чтобы . стояла валовый тхоз то есть разрешены тогда под домены если это под далее вписываем новую базу данных не забываем значит следующим моментом пробуем хост поле пустое либо хост 127 для начала потом посмотрим все вписали новую базу данных нового пользователя новый пароль после этого не забываем переправить сайт то есть тут у меня допустим был против 65.ru появилась другое тест . против 65.ru то есть куда media root media файлы статические файлы куда складывать на хостинге все остальное оставляем как есть то есть главные настройки перестроили переправили и сохраняем файл теперь важное действие заходим вашу папку джанго тест и везде где были базы данных ранее созданы я просто удалил в папке migration удаляем сейчас покажу что-то должно остаться в папке migration удаляем все таблицы создания но записи о создании таблиц так как тогда ничего не создать не создаться в новой таблице просто удаляем чистим все 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 можно оставить должно остаться и нет по ему и пусть и нет пус с расширением все остальное migration должно быть удалено вот я забыл удалить у меня вызвало ошибку делаем все по новому и так активируем свое виртуальное окружение питон менеджер пай майки migration мы должны увидеть что она готова создать все таблицы вот с готова питон менеджер пай мигра мигрейт все таблицы пошли создаваться то есть пока все идет нормально ждем удобство в том что с тестового проекта вы просто переносите по и папку создаете таблицы или что там надо и у вас сразу на рабочем сайте итак теперь не забываем что у нас же нет супер пользователя создаем на питон менеджер пай креата супер узер и креат супер юзер админ мы хотим чтобы было саппорт собака вы свой пишите собака про 365 . ру я свой и пароль пишите он здесь не отображается все супер пользователь создался можем собрать статические файлы еще раз после этого этого можно открыть сайт абсолютно верно клон сайта не забываем сразу же ребят либо средствами хтасас запретить индексирование либо чтобы не путать людей заходим вот у нас папка джанго тест заходим pff я еще буду про оптимизацию рассказывать у меня очень простые методы которые я использую заходим в папку темплейт базе и все теги из тестового сайта счетчики все все это с тестового сайта должно быть удалено мета здесь у нас тест чтобы не было только оставляем кодировку и в названии тоже обязательно пишем название меняем что это тестовый сайт и даем ссылку и так процедура совершенно несложная значит это видео для участников школы спб-тире тут точка ру ребят кому это сложновато и кто только начинает все это вам будет понятно когда вы придете учиться в школу спб-тире тут точка ру где мы все рассматриваем в планах по шагам у у вас будет планы по шагам и пайтон выучите все вы научитесь а сейчас это видео я писал для людей школы которых есть сайты которые хотят сделать тестовый сайт тестовый сайт обязательно нужен для чего для того чтобы мы могли получить новые вещи экспериментировать и потом безболезненно переносить их на рабочий сайт еще раз повторяю я в данном случае ставил оставил тоже виртуальное окружение так как я не собираюсь ставить новые библиотеки если же вы собираете ставить новые библиотеки с чем-то с чем-то проводить эксперименты то нужно создать обязательно другое виртуальное окружение для тестов скопировать туда сайты паскадов то есть пакеты с этого сайта и недостающие уже с чем вы будете тогда недостающие пакеты делать при этом не забываем если вы другое виртуальное окружение ставите зайти в папку до маянс в сг и и указать здесь значит папку виртуальное окружение и имя вашего виртуального окружения не забывайте просто в данном случае я использую виртуальное окружение как для того сайта но при этом потому что я не ставлю пакеты если я ставлю какие-то пакеты собираюсь использовать то я просто здесь переменю виртуальное окружение на тестовая где я могу ставить удалять что потом чтоб не засорять рабочие виртуальное окружение а там только были те пакеты которые нужны я думаю что я объяснил вполне нормально и вы теперь справитесь у вас появятся тестовые сайты и пользователи не увидят ваших значит тестов которые вы будете делать а увидит только все временно у них будет у пользователей будет работающий сайт так как у вас есть тест где вы будете все экспериментировать спасибо спасибо